Коллектив «Егаза и егазята» под руководством Татьяны Никулиной существует уже больше 10 лет. За это время его воспитанники не раз становились победителями областных, всероссийских и международных конкурсов, а также получали звание лауреатов в номинации «Эстрадные и спортивные танцы». В коллективе занимаются ребята с самого разного возраста. Самому маленькому участнику всего три года, взрослому – восемь. Впервые в этом году Татьяна приглашает на занятия ребят от двух с половиной лет. Если ребеночку уже старше 4-5 лет, я уже смотрю на данные, потому что я детей готовлю по определенному уровню. Приходим, не боимся, потому что детей есть у многих данные, которых мы с удовольствием берем. Мы развиваются, начинаем растяжку, акробатику изучаем, учим номера и выезжаем на разнообразные конкурсы. А для тех, кто хочет заниматься вокалом, в этом году в Доме молодежи открылась новая студия для детей «Дивойс» под руководством Татьяны Бычковой. Здесь могут попробовать свои силы ребята возрасте от трех лет. Для аудитории постарше заработал народный коллектив «Хор ветеранов войны и труда», в который также приглашают всех желающих. «Хочу агитировать и взрослых, которые уже, например, пели когда-то или есть тайное желание попеть. Мы берем с любым уровнем подготовки абсолютно. То есть можно, например, пел когда-то, потом закончил или там сказали, что ты больше не можешь петь. Но тем не менее можно прийти к нам и вновь возобновить все занятия и также выступать и участвовать в различных конкурсах». Каратэ, йога, театральные и танцевальные коллективы – всего в Доме молодежи представлено 15 творческих и спортивных направлений. Чтобы продемонстрировать гостям, чему они могут у них научиться, участники различных коллективов подготовили яркие и красочные выступления. После концерта все желающие смогли записаться в понравившуюся студию. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.